привет дорогие друзья вы на канале кодунблог с вами катеров танки и сегодня у нас будет очередное доказательство того что в умелых руках вот такая вот неказистая далеко не всеми любимая премиум тяжелый танк через 35 уровня который очень до сих пор в hd не перевели кстати говоря вот хотя даже же 20 перевели он может фармить и фармить неплохо причем что мне лично нравится почему я всегда как бы говорил об этом что такие машины они конечно никогда не сравняться по разовому фарму с премиум танками более высокого уровня например восьмого уровня даже седьмого вот и шестого естественно ничем выше тем как бы больше зарабатывать но зато на этом уровне лучше баланс меньше перекосов и эта машина может фармить просто-напросто стабильнее то есть по совокупности боев средняя арифметическая будет лучше то есть средняя прибыль будет выше чем на вот этих топовых машинах зачастую и меньшить нервов вообще честно говоря зачастую не понимают зачем многим игрокам вот это вот мучение кому они что доказывает если можно на танках вот такого вот уровня спокойно себе фармить набивать урон и неплохо себе зарабатывать при этом вообще не понимаю ради чего ради статистики того что вы катаетесь на танках более высокого уровня но смотрите да как сейчас просто 4 забрали элементарно поставили на каток на средние коротких дистанциях это пушка просто разбирает все на своем уровне и противник ничего не может сделать вот сейчас на нас будет выкатываться т3 485 да там более высокого уровня очень хороший кстати танк но нам все нипочем мы его даже не боимся по крайней мере на коротких дистанциях и да и на средних это для нас не самый такой страшный соперник вот и посмотрите разближаемся сейчас все и пошло выстрел за выстрелом в люк мехвода естественно можно там пулеметное нездо но люк мехвода выгоднее потому что контузия контузия радиста не радиста мехвода и терять динамику танк видите то есть танк да отличный скорость средств у него хорошие но мы все равно его перебили то есть в ближнем бою без вариантов вот даже танканули немножко от пешки ну и откатываемся чтобы опять нам артиллерия не влепила все равно немножко влепила но в общем не так страшно смотрите до 1102 единицы урона 300 единиц косвенного урона разобрали довольно таки неплохих соперников и при этом как бы что вот радует бой не длится слишком долго раз два ремонт машины вообще обслуживание копеечные голды практически не тратится да она редко когда нужно и при этом отличный фарм да я не спорю что допустим сейчас выезжая на открытую местность в лесу стояли пт то конечно от этого танка толку меньше чем у того же к в-1 который может там ромбами подкатываться и кое-как там гусеницами танковать даже тоже су-100 периодически но зато вот на таких коротких и средних дистанциях перестрелки он очень опасен для танков который имеет столь внушительной брони как допустим тоже к в-1 да с к в-1 тяжеловато там конечно нужен опыт не спорю но в целом согласитесь проще откатать несколько боев на этом уровне да и при этом неплохо заработать чем напрягаться там допустим на и 6 и пытаться пробить танки типа е-75 согласитесь это две разные величины вот ну и вот как видите победа не за горами на здесь я выбираю другое немножко направление движения на перерез вот надо подходить к базе в конце концов потому что идет захват вот там и один противник но тем не менее ну и здесь вот сближаемся начинаем стрелять сбиваем захват все уничтожен один из танков осталось еще два танка противника ну в общем вот эти все противники что остается это для нас вообще лакомый кусок да потому что брони в них особо нету скорострельность наша позволяет как компенсировать их скорость так и компенсировать их не огневую мощь вот потому что перестрелять черчилля ближнем бою практически невозможно крайней мере равным уровнем соперникам взять это все очень и непросто ну и вот финал боя до почти полторы тысячи мы нанесли более 50 тысяч мы заработали и учитывая минимальные затраты на обслужение этого танка примерно 50 тысяч у нас чистой прибыли и получилось так что судите сами стоит ли вам сильно напрягаться на топовых премиумных танках или можно просто вот такие довольно удачные пятерки премиумные катать и зарабатывать себе немного серебра как немного неплохо сделано стабильно серебра и при этом еще более быстро качать экипаж чем на топовых премиумных танках вот на это нас все если понравилось ставим лайк и подписываемся до новых встреч пока